ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое время пролить свет на историю Чита, беспощадного эквадорца, объявившего охоту за чемпионским титулом. Марлон родился в семье фермера в маленьком городе Чоне, расположенном на северо-западе Эквадора. Он рос в обеспеченной среде, и родители ласково называли его Чита, но будущий боец никогда не тяготел к обывательской жизни. Мои родители делали все для меня, хотя я был маленьким засранцем. Я постоянно наживал себе проблем, дрался на улице, ломал все вокруг, бросал камни в окна. Когда ему исполнилось 16, он впервые наткнулся в интернете на поединок по ММА. С этого момента подросток поставил перед собой цель стать бойцом. Через знакомого Марлон попал в зал по бразильскому джиу-джитсу, где скоро стал постояльцем. В первый же день я подошел к тренеру и сказал, я хочу попасть в UFC. Он с улыбкой спросил меня, какой у тебя бэкграунд, и ответил, никакой, но я просто хочу этого. С того дня я больше никогда не останавливался. Вера обрел цель, посещая спортивный зал, и перестал искать проблем на улице. Следующие пару лет Марлон осваивал смешанное единоборство, чередуя тренировки по кикбоксингу и джиу-джитсу. Когда ему исполнилось 18, он начал биться на профессиональном уровне. На тот момент в Латинской Америке было сложно найти поединок по ММА. Я писал всем местным промоушенам, что готов биться бесплатно. Так было легче получить бой. 500 долларов, что они могли мне заплатить, не изменили бы мою жизнь, но зато этими победами я мог привлечь внимание UFC. Параллельно с карьерой в ММА, Марлон ходил на обычную офисную работу, где занимался сортировкой документов. В один день пришел какой-то крутой адвокат и бросил бумаги мне прямо в лицо. Когда он уже уходил, я послал его вслед. Парень вернулся обратно и стал угрожать нерасправой, но, к счастью, для него до драки не дошло. Благодаря стараниям адвоката на следующий день Марлон был уволен. На тот момент ему не исполнилось даже 20 лет, но он уже был женат и воспитывал дочь. Казавшись в таком положении, Вера обратился за помощью к отцу, который поставил ему условия. Отец сказал, я тебя люблю, но это будет последний год, когда я тебе помогаю. Как только наступит 1 декабря, со мной покончено. Я не могу платить за тебя вечно. Год был близок к окончанию, когда Марлон наткнулся в сети на новость о наборе участников для первого сезона Ultimate Fighter в Южной Америке. Каждый день он спамил на почту пресс-службы, отправляя десятки заявок, чтобы точно быть замеченным. За три дня до наступления декабря, Вера получил заветный звонок. Когда я услышал слово UFC, я так обрадовался, что чуть не угодил в аварию. Я начал говорить парню в трубку, эй, если это шутка, я найду тебя и надеру задницу. Но оказалось, что все это было по-настоящему. Я получил место на реалити-шоу. Наставниками Ultimate Fighter стали Кейн Веласкес и Фабрисио Вердун. Читу попал в команду бразильца и в первом поединке оформил яркий финиш-апкиком. Он прошел в полуфинал, но впоследствии не смог продолжить выступление из-за проблем со здоровьем. Тогда я был новичком и не знал, как правильно гонять вес. В результате, уже после первого боя, моя иммунная система дала сбой, и все мое тело покрылось рубцами. Доктор сказал, что я не могу биться дальше. Марлон выбыл, но Дэйна Уайт был впечатлен эквадорцем. Вера получил контракт и возможность выступить на финальном турнире сезона. Марлону удалось попасть в UFC, но первый год сложился для него не лучшим образом. За три поединка он одержал одну победу, что поставило под сомнение будущее эквадорца в лиге. Оказавшись на грани увольнения, Вера принял решение сменить обстановку. В Эквадоре не существовало условий для качественных тренировок, поэтому я принял решение вместе с семьей переехать в США. Я нуждался в высококлассном тренере, и скоро мне посчастливилось встретить Колина О'Яму. Он поставил меня на правильный путь. Следующий бой мог стать последним для Чито, но существовала более серьезная причина, почему теперь он не мог проиграть. Старшая дочь Веры родилась с редким синдромом Мебиуса, характеризующимся параличом лицевого нерва. Частично восстановить мимику лица и позволить девочке обрести улыбку могла только дорогостоящая операция. Мы вышли на доктора из Беверли-Хиллз, который согласился сделать операцию всего за 60 тысяч долларов. Я пообещал своей жене, что выйду на победную серию и обязательно заработаю эти деньги. Я дрался за улыбку своей дочери. Час Икс наступил на турнире в Австралии. 23-летний Марлон встретился с победителем китайского сезона ТАФ Нином Гуанью. После работы в стойке, под конец раунда, Эквадорец перевел бой на канвас, постоянно угрожая сабмишинам. Однако во втором отрезке уже китаец был лучше, эффективно выбрасывая лоу-кики и отработав в партере. Судьба поединка решалась в третьем раунде, когда Вера выложил все силы, вырвав финальную пятиминутку. После победы он не сумел сдержать эмоций. Возвращение чита состоялось в Англии. В основном карде он столкнулся с местным любимцем Брэдом Пикеттом, проводившим свой последний бой. Для ним и родной публикой ветеран постоянно наступал вперед. Марлон отбивался, но не мог сломить давление. В поединок складывался в пользу англичанина, пока за минуту до гонга Вера не подобрал нужный удар. Блок был на месте, но хайкик пришелся выше. Эквадорец одержал самую яркую победу в карьере, однако в интервью первым делом отдал дань уважения оппоненту. В июле 2017 года Марлон получил в соперники Брайана Келлихера. Боец под прозвищем Бум шел на серии «Семи побед» и являлся чемпионом престижного локального промоушена. Вопреки предыдущим выступлениям, в этом противостоянии Вера открылся большим андердогом. Перед поединком американец высокопарно обещал сломать Веру, но не прошло трех минут, как он был вынужден спешно сдаться. Очередной финиш для эквадорца. Одержав три победы подряд, Марлон получил в соперники пятого номера рейтинга Джона Линникера, который в последних семи появлениях в клетке одержал шесть побед, уступив лишь ТиДжею Дилошоу. Такой скачок в уровне оппозиции стал неподъемным для молодого проспекта. Вера проиграл на карточках судей. Спустя четыре месяца он снова уступил решением и в очередной раз оказался на грани увольнения. Однако параллельно с неудачами в октагоне, Вера наконец сумела платить операцию дочери. Перед решающим поединком, когда на кону стояла карьера эквадорца, он впервые увидел улыбку дочери. Утром перед следующим боем моя жена отправила фотографию, где наша дочь улыбается. Когда я увидел эту улыбку, я был настолько воодушевлен, что сказал себе, я собираюсь устроить войну в клетке. Я знал, один из нас точно пострадает. По ту сторону октагона стоял Вулиджи Буран. Представитель Поднебесной, подобно Марлону, возвращался после поражения и нуждался только в победе. После конкурентного первого раунда в следующем отрезке Чито поднял темп. Он бесперерывно прессинговал, пуская в ход силовые комбинации. Китайский боец огрызался, но Вера продолжал давить. За 15 секунд до гунга он загнал соперника к сетке и инвестировал в удары по печени. Болезненный ливершот сложил соперника пополам и вернул Чито в победную колею. В ноябре 2018 года 25-летний Вера выступил на турнире в Аргентине против местного бойца Гуидо Канетти с рекордом 2 к 2 в UFC. В дебютной пятиминутке Канетти солидно потрепал эквадорца. Уступив первый отрезок, на старте второго раунда озлобленный Марлон полетел в атаку с коленями. Аргентинец сумел выбраться из гильотины, но Вера уже почувствовала запах крови. Расстреляв оппонента у стенки, он перевел поединок на нулевой этаж и оперативно добился капитуляции. Эффектный камбэк от Чито. Следующим, кто перешел дорогу Марлону, стал Фрэнки Сайенс, идущий на аналогичной серии побед. Мексиканец сразу бросился вперед, но Вера был готов к такому развитию событий. После полутораминутной перестрелки все было кончено. Соперник пытался сократить дистанцию, но Вера нанес точный джеб навстречу, который стал началом конца. Третий финиш к ряду эквадорца. Набрав ход, в июле 19-го года Марлон получил место на номерном турнире. Эквадорцу предстояло биться Шона Момелли, однако Сахарок был отстранен Юсада, и за три дня на замену вышел перспективный новобранец Нохилен Эрнандес. Основную часть первого раунда Чито провел в попытках провести сабнишен, но под конец американец вырвался, попутно впечатав серию ударов. Вдохновленный предыдущим отрезком, во второй пятиминутке Эрнандес уже сам провел тейкдаун. Вернувшись в вертикальное положение, Вера бросился отыгрываться. И через считанные секунды завершил поединок. Марлон вышел на Андре Эвила, который держал в UFC рекорд 2 к 1. На старте Чито попробовал провести удушающий прием, но соперник сумел выбраться и пролежал сверху почти до гонга. Во втором отрезке Эквадорец стал смелее рвать дистанцию, заставляя американца отступать. В третьем раунде он только поднял обороты, генерируя больше комбинаций. Во время очередного сближения Вера взял плотный захват, перевел бой в партер и перешел к граунд-эн-паунду. Пятая досрочная победа подряд и первый бонус за лучшее выступление вечера. В 2020 году, подобравшись в ТОП-15, Чито получил поединок с другим молодым проспектом, Сонгом Едонгом, который выиграл 4 боя в UFC, не потерпев поражений. Китайский боец старался держаться на дистанции, пуская в дело свои каменные руки. Марлон рвался вперед, предпочитая выяснять отношения в ближнем бою. Два раунда противостояния вышли близкими. Все должно было решиться в заключительной пятиминутке. На последней минуте Эквадорец нашел силы для тейкдауна, вырвав заключительный отрезок. После гонга многие увидели победу Веры, но судьи решили иначе. Официально он проиграл, но даже руководство промоушена высказалось против этого решения, поэтому следующим оппонентом Чито стал Шоно Мелли, главная восходящая звезда ликтайшей категории. В середине первого раунда Марлон пробил лоу-кик, который повредил малоберцовый нерв Сахарка. У Мелли пошел ва-банк с затяжными атаками, потерял равновесие, чем немедленно воспользовался Вера, пустив в ход коронные локти. Чито нанес Сахарку первое поражение в карьере и восьмой досрочной победой установил новый рекорд дивизиона. Спустя шесть лет пребывания в UFC, только сейчас его по-настоящему заметили как фанаты, так и матчмейкеры промоушена. Ворвавшись на пятнадцатую строчку, Марлон выбил себе бой с бывшим чемпионом полулегкой категории Жозе Альдо, который восстанавливал позиции после поражения Петру Яну. Король Рио занял центр клетки, хлестко работая по этажам. Однако во втором раунде Чито прорвался сквозь прессинг и перешел в контрнаступление. Именно в третьем отрезке бойцам суждено было выявить лучшего, но уже на старте бразилец забрался за спину, где сумел провисеть до конца поединка. Вера принял это поражение. Если я проигрываю в честном бою, я признаю свое поражение. Я не собираюсь оправдываться, потому что в этом нет никакого смысла. Это никуда меня не приведет. Все, что я могу сделать, провести работу над ошибками и двигаться вперед с новыми силами. Марлон сменил тренировочный зал, перебравшись в стан известного в узких кругах специалиста Джейсона Парила. Чито всегда с фанатичным профессионализмом подходил к подготовке, но теперь рабочая этика бойца стала еще строже. Эквадорец уверен, что секрет успеха в октагоне заключается исключительно в усердной работе. Я тренируюсь ежедневно утром и вечером, а по воскресеньям бегаю кросс 20 километров. Вы никогда не увидите меня уставшим, потому что я всегда готов на максимум своих возможностей. Я не беру отпусков между боями, круглый год ем только здоровую пищу и каждый день ложусь спать строго в 22.30. Я настоящий профессионал своего дела. В июне 21-го года Вера вернулся в октагон, чтобы провести реванш с Дэйви Грантом, которому уступил пять лет назад. В стартовом раунде англичанин вкладывался в каждый удар, но эквадорец не отступал. Во втором отрезке Марлон стал постепенно раскрываться, подключая излюбленный клинч. В третьем раунде бойцы, как прежде, действовали на встречных курсах, где Вера продолжал с энтузиазмом перебивать оппонента. Итог победы единогласным решением и 50 тысяч долларов за лучший бой вечера. Вернувшись в строй, Марлон выступил на большом турнире в Нью-Йорке. На Мэдисон-Сквер-Гарден он встретился с очередным бывшим чемпионом, ветераном Фрэнки Эдгаром. В середине первого раунда Эдгар провел тейкдаун, продуктивно отработав партере. На старте второго отрезка он вновь перевел эквадорца, но на этот раз Чито сумел подняться, под конец приземлив порцию тяжелых ударов. Наученный жизнью не доверять судьям, на третий раунд Вера вышел с намерением добыть финиш. Идеальный фронткик, исполненный в лучших традициях Андерсона Силвы, принес очередной бонус за лучшее выступление вечера. Забравшись на восьмую позицию в рейтинге, Марлон впервые получил возможность возглавить турнир. Противостоял ему Роб Фонд, занимающий пятую строчку. Начало поединка складывалось в пользу Куэрториканца, пока Чито не нанес точный хук. В третьем отрезке Фонд сумел вернуться, но на последней минуте снова встретился с Канвасом. В четвертом раунде Вера, как прежде, отдавал инициативу, чтобы вновь изменить все одним ударом. Добить не получалось, но вплоть до конца пятого раунда неутомимый Чито продолжал проливать кровь оппонента. Доведя бой до победы единогласным решением. Марлон Вера прошел большой путь от улиц Эквадора до главной сцены ММА. Он уже добился многого, но главная цель, чемпионский титул, по-прежнему впереди. Когда я только начинал, я говорил всем, что в один день стану бойцом UFC. Люди смеялись надо мной, но я доказал, что даже у самого простого паренька из джунглей Эквадора есть шанс реализовать свои мечты. Усердный труд всегда окупается. Усердный труд всегда окупается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok